Неспокойный городский двор с оправданной транспортной артерией. С непремальной интенсивностью автомобильного руха по внутренней территории вымешены мириться жихары одного из домов по проспекте Космонавтов у Гродня. Не глядя на официальные знаки, которые забороняют водителям проезд по проблемным участкам, автомобилисты систематично игноруют законное потребование. Владимир Лобан разбирался в ситуации. Червоный бус накируется праздвор от магазина будильных материалов. Знаки, которые устреливаны на ободух уездах на территорию, водитель бы не зауважая. И таких ситуаций, кажутся местовые жихары, за день наличуются десятки. Машинам удобнее поворачиваться не как по дороге, как транспорт, а все едут через двор в Гему и через двор возвращаются из Гемы обратно. Исходя из того, что у нас тут детей маленьких достаточное количество, но машины не сбавляя скорость, у нас сколько было всяких таких неприятностей, когда машина еле успевает затормозить, когда маленький ребенок или с мячиком, потому что двор большой, гуляет, где эти мячики могут падать. Дорожное правило означает судя жалтой инспекции один и для всех. А назва знака «Рух забороненный» кажется сама за себе. Порышать его потребования, охотно скоротить маршрут до магазина, никакого права не мают. Выключение не предуглежено и только для пыльных категорий автомобилей. Дорожный знак «Движение запрещено» запрещает движение транспортных средств в обозначенную зону. Усключение составляют маршрутные транспортные средства, движущиеся по установленному маршруту. Это автомобили с наклонной белой полосой, дорожно-эксплуатационной и иных служб, обслуживающих территорию и какие-то объекты, находящиеся внутри. А также жильцов и людей, которые работают в обозначенной зоне, если иными способами подъехать туда нельзя. Хотя незаконный транзит «Просдвор» – неодинная проблема, якая хвалюющих роддомов по проспекте «Космонавтов». Без осветления и нормальных тротуаров шлях до властных подъездов для пенсионеров становится покутой. Тем не менее, доброупорядкование двору центра города давно не бачил. Хочется уже какого-нибудь порядка. Хочется, чтобы было и у нас красиво. Так обидно, что все дома уже сделаны, а наш двор все нету денег и нету денег. Освещённости вообще фактически никакой. Это двор вечно, постоянно в тёмный. В тёмное время суток вообще невозможно пройти. Потом у нас, у меня муж инвалид, он еле-еле ходит. Машины не подъехать. Вот прошлую субботу, между прочим, упали, потому что невозможно было сесть в эту машину. Вот посмотрите, вот мы во втором подъезде, вот посмотрите, в каком состоянии у нас вот эти ямы постоянно. Невозможно ни ту скорую вызвать, ни той такси, чтобы поехать в поликлинику, вообще невозможно. Боротьбу с автомобилистами и порушальниками инспекторы ДАИ плануются организовать уластными силами. Обещают части накеровать патрули на проблемный участок и штрафовать незаконно послухмяных водителям. А вот на конт нового асфальта у проблемных дворы городские улады офицейных планов пакуль не огучиваются. Ни перед мясцовыми, ни нашей сдымочной группе. Тому же, храм застается только мириться с ситуацией, сподеваться, что в бюджете областного центра всё же найдутся сродки для наведения элементарных парадку на дворовой территории. По одним из самых прихожих проспектов нашего города – проспекте Космонавтов.